Приветствую вас! Сегодня довольно свежий X3 2017 года с пробегом почти 80 тысяч километров. Машина куплена несколько дней назад, в каком виде покупалась, в таком ко мне и приехала. Новых владельцев я знаю очень давно, но этот BMW стал поводом увидеться впервые за много лет. На обзоре бренд 3D. Составов было много, но в рамках работы над машиной опробую лишь половину. Я по-прежнему адепт отечественной автокосметики, но знания по иностранным составам мне также нужны. Пишите в комментариях, какой бренд хотите видеть на обзоре в будущем. И если наши интересы совпадут, то ролику быть. Как обычно, работа начинается с колес и арок. 3D-шного Yellow Decreaser у меня нет, поэтому на первых этапах использую FOM Heroes Pure Wheels. Он отлично вытянет грязь из резины и пластика. Видно, что из-за старого чернителя состав не дает густую пену, но это не мешает ему работать. Уилл Брайт – концентрат, созданный для очистки дисков. Формат, когда для очистки дисков нужно использовать одно средство, а для шин другое, мне не близок. Я за то, чтобы из одной бутылки можно было отмыть все колесо. Уилл Брайт так не умеет, нужно иметь это в виду. С чисткой дисков справляется хорошо. В запущенных случаях нужна концентрация повыше, или традиционный айрон. Первички от 3D у меня также нет. Снова выбираю FOM Heroes, чтобы поработать по пене в арках щетками. Я знаю, найдутся желающие написать, что я трачу время на ерунду, занимаясь подкрылками. Эти кадры для вас. У меня рука не поднимется выдать клиенту машину с такими арками. И сыпящаяся во время полировки грязь мне тут не нужна. После покупки машина проехала по трассе 2000 километров. Подходит, чтобы посмотреть, как баг-ремовер отмоет насекомых. Наношу состав на мокрый кузов с пассажирской стороны. А с водительской будет просто бесконтакт FOM Heroes Christmas FOM. Видно, что баг-ремовер со своей задачей справляется. Но думаю, что смысл в нем есть только если мыть машину нейтральной первичкой. Щелочные и слабо-щелочные бесконтакты справляются с насекомыми ничуть не хуже. Первая фаза мойки с Christmas FOM проходит как обычно и каких-то комментариев не требует. Субтитры сделал DimaTorzok Следующим идет универсальный цитрусовый очиститель Orange Degreaser. Это такой класс средств, смысл в которых есть всегда и которые я советую иметь каждому. На лаке работаю кистью. На пленке под уплотнителем загрязнения очень старые. Без щетки они не уходили. Статика под номерным знаком бесконтактно не смылась. Orange Degreaser тут был к месту. Вообще на статику в щелях уходило много времени, поэтому смывал состав сразу, чтобы не пересушил. Для ручной мойки базовый Pink Car Soap, без добавок. Очень густой состав. Я использовал среднюю для ведра концентрацию. Пенный лубрикант на уровне отечественных аналогов. Запах сладкий и мягкий. Подсушивать на кузове не пробовал. Мой товарищ Дима мыл машину на солнце и у него этот шампунь смылся без проблем. Его обзор на бренд 3D уже вышел, советую посмотреть, чтобы услышать еще одно мнение. Ссылку на ролик оставлю в описании. Антибитум Gum & Tar Remover Отсутствие триггера и металлическая упаковка как бы намекают на его суровость. Следующее, на что обращаешь внимание, это ничем не прикрытый запах растворителя. Почувствовал себя в малярном цеху. Средство наносится на фибру или аппликатор, и уже ими идет работа по поверхности. Маленькие битумные точки он сносит за одно движение. На больших следует задерживаться и дать составу поработать. Если готовый мириться с запахом, то Gum & Tar Remover не разочарует. Если запах важен, то этот состав не для вас. Битума на машине было мало, работал составом локально. По свежеокрашенным поверхностям работать нельзя. Iron BDX На дисках после Will Bright он дал реакцию только в болтовых колодцах и на внутренней полке, где слой прикипевшей колодочной пыли еще оставался. В этих местах я повторно прошелся кистью и щеткой. По кузову металлических украплений было немного, однако желтизну внутри шильдиков BDX приподнял. Осталось лишь расшевелить ее кистью и смыть. По запаху Iron от 3D традиционно, ароматизаторов и отлюшек нет. Final Touch это Quigley экстерьер, который можно использовать в качестве лабриканта. С его помощью прошел по кузову автоскрабом. Пена состав не дает, скольжение среднее, запах сладковатый и мягкий. Глину не разрушает вообще. Прошелся ей по мелким элементам. Каков был кусочек в начале работ, таким в конце и остался. На следующий день начинаю химчистку интерьера. Сначала сухая уборка пылесоса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь очередь Тернадора с минимальной подачей воды. Так из ковролина выбивается весь песок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выбитый песок еще раз собираю пылесосом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для ковролины и текстильных вставок на сиденьях использую ополстри эндкарпет шампу в концентрации 1 к 16. В инструкции так и написано, именно 1 к 16. Также там написано, что вымывать остатки нужно через несколько часов после высыхания. Но для меня это как-то непривычно, поэтому распылил, подождал несколько минут, прошел щетки на шуруповерке, другими щетками поменьше и промыл все экстрактором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со своей задачей этот шампунь справился очень хорошо. Запах лимона мягкий, ненадоедающий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛВП-клинер, очиститель кожи, винила и пластика. Его я перелил в пенообразователь. Мне показалось, что кресло и подлокотник тут и так довольно чистые. Однако отбивка скотчем показала, что можно сделать еще чище. Какого-то ярко выраженного запаха от очистителя не уловил. Чистящие способности на хорошем уровне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руль и дверные карты также чистил этим составом. Кисть, щетка, фибра. Все использовалось по месту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приборную панель и центральный тоннель чистил с помощью APC. Просто чтобы попробовать. Мне показалось, что он сильнее, чем ЛВП, больше пенится под кистью. Сальные отложения на патрулевых переключателях удалось убрать кистью с косметической щетиной, не прибегая к щетке и за один проход. И это довольно показательно. Какого-то выраженного запаха я не уловил. Оба состава наносил в малых количествах, после чистки собирал влажным полотенцем. ЛВП-кондиционер, пропитка для кожи, винила и пластика. Наносится аппликатором. Излишки при необходимости удаляются фиброй. Притемняет сильно, дает немного блеска. Запах пряный, слабый, едва уловим даже из бутылки. Липкой поверхность не становится. Сильные повреждения не закрывает. Стекла чистил средством глазклинер. К составам этой группы у меня вообще вопросов не бывает. Нет прямого солнечного света, чистое полотенце, значит разводов не будет. Чтобы работать с лобовым стеклом, дворники нужно перевести в сервисный режим. Спиртовые нотки в запахе ощущаются. Тут антидождь уже свое отработал, на боковых еще держится. Но сношу все в круг и буду наносить новое покрытие. На очищенной области вода лежит шторой, на неочищенной – рябит. Тут это видно еще лучше. Подготовка стекол окончена, машина готова к полировке. Владелец выбрал легкую полировку без выпиливания глубокой риски и царапин. Нужно убрать паутинку, мелкие и средние дефекты. Придать блеск. Поначалу я рассчитывал сделать всю работу пастой УАН. Такое выполнимо, но займет много времени. Это результат трех проходов. Поэтому в ход пошли 501 и 510 пасты. Вот один проход УАН. Один проход 501. Один проход 510. Для крашенных элементов выбрал 501 номер. Мне показалось, что эта паста греет поверхность меньше, чем 510, на тех же оборотах. На фарах почти нет риски, но хорошо видны пескоструй и мутность. Работал той же пастой на твердом хоффовском круге. На элементах в родной краске перешел уже на 510 пасту. Она позволяет выполнить работу быстрее, хорошо пилит на низких оборотах. Дефект на двери сперва мотовал тысячным и двухтысячным абразивом. Плюсы паст очевидны сразу. Хорошо работают уже на низких оборотах, что позволяет держать поверхность более холодной. Не пылят. Это было заметно даже по уборке в помещении после полировки. И голограмму после себя почти не оставляют. Из минусов, мне было сложно располировать остатки паст, если продержать их на детали довольно долго. Я привык располировать и обезжиривать всю деталь разом. Здесь это не подходит. Лучше последовательно, участками. Вот 3D-шную обезжирку вайп я вообще не понял. Может быть это не основная ее задача, но с остатками паст ей справляться тяжело. По запаху вайп очень похож на доместос или что-то подобное. Еще состав пенится через обычный триггер, мелкодисперсного распыла не выходит. Но к обезжиривателю я сегодня еще вернусь. Ребра, которые защищал на протяжении всего первого этапа полировки, прохожу в один короткий проход 501-й пастой на твердом шайновском поролоне. Антиголограммный этап будет на мягком круге и эксцентриковой машинке. Пробовал обе пасты, 502-ю и 520-ю. Разницу между ними не увидел, но обязательно постараюсь ее найти. Пасты 3D у меня в гараже определенно свое место займут. Когда будет возможность снять их работу на темной машине, тогда я расскажу о них подробнее. На белом цвете ловить нюансы – дело неблагодарное. Машина расклеена и обезжирена. Ну как обезжирена? Я снова возвращаюсь к вайпу. У меня в руках чистая фибра. На стеклах – разводы от предыдущего прохода вайпом. Эффекта нет, значит и на кузове то же самое, только этого не видно из-за цвета. Защитные покрытия на такое наносить нельзя. Еще раз. Наношу на стекло и на новую фибру от 3D. Сделал еще два коротких прохода. Дальше тереть машину этим составом бесполезно. Можно затереть всю свою полировку. Шайновская ИПА. Один проход. Почему вайп проявил себя настолько неубедительно – для меня загадка. Вот температура и влажность, если это важно. Знаете в чем дело? Напишите в комментариях. На стеклах будет двухкомпонентный антидождь от SmartOpen. Спреевая керамика от 3D мне пока не знакома. Наносить на клиентскую машину не рискнул. А вот каш-9 от Soft99 у меня вопросов нет. Поэтому в качестве защитного покрытия будет именно эта керамика. Про ее нанесение на канале уже было видео, поэтому здесь подробностей не будет. Основная сложность сегодня в цвете машины. На белом пойди разбери, где состав уже нанесен, а где еще нет. Поэтому приходится работать с большим нахлестом. Продолжение следует... В итоге я пришел к выводу, что штатный широкий аппликатор тут уместнее, чем нештатный от состава H7. Чтобы восстановить цвет внешних пластиковых элементов, использовал TrimCare. Нанес мягкой губкой и потом собрал излишки фибры. Ресурс мне интересен, понаблюдаю в будущем на своей машине. На шины нанес ультрапротектор. Сказано, что в малом количестве дает матовый эффект, но у меня малого количества не получилось. Имеем глянец. Немного освежил хром с Leroton M3, и на этом работа над машиной закончена. Время показать результат в серии кадров до и после. У бренда 3D я увидел, как это выглядит. Как отличные составы, в которых вижу для себя смысл, так и продукты, у которых есть более доступные, но не менее качественные отечественные аналоги. Знаю, что у 3D довольно много фанатов. Я же по-прежнему остаюсь адептом отечественной автокосметики. Выполняют ли продукты 3D поставленные перед ними задачи? Почти всегда да. Икс и так был молод, но нужно было помочь ему вновь выглядеть хорошо. Почти неделя работы, и у новых владельцев машина в очень хорошем состоянии. Новый она не стала, но внимание и взгляды притягивает. Новый она не была. Новый она не стала, но не youngest. Субтитры сделал DimaTorzok Новый ролик скоро. Подписывайтесь на канал. Вступайте со мной в диалог. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok